МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. На этой неделе шесть лет назад в Берлине рухнула известная всем стена. Это событие очень объединило всю Европу. А сейчас, похоже, мир начинается и у нас. В Грозном, говорят, появились даже обычные дворники. А война, война, пожалуй, осталась только в московской политике. Я вот сидел и думал, а как борцы за территориальную целостность страны вообще представляют себе победу в такой войне? Кто кого победит и кто останется? А страна, может быть, будет разваливаться до тех пор, пока в Москве каждый борется за себя. Ну, за себя и за своих. И так продолжается, я замечу, уже, наверное, лет пять. Говорят, нужно сорок. Армия, я думаю, уж точно здесь ни при чем. Армия, как известно, миром не занимается. Особенно у нас. Такая 7-я дивизия, воздушно-десантная, расположена она на юге страны. Ребята, которые в свое время брали Грозный, недавно захватили построенный только что жилой дом. Так что как-то язык не поворачивается, что война для них закончилась. Из Новороссийского селена Драчева. Откройте, пожалуйста, дверь! Это подъезд жилого дома. Здесь живет сейчас 27 семей офицеров 7-й воздушно-десантной дивизии. Среди них 19 афганцев, 7 чеченцев и 2 вдовы. В этом доме нет воды, газа, канализации. Временное электричество они провели сами. Захвата как такового не было. Здесь было настолько все цивилизовано, что строители нам говорят так, ребята, мы вам не можем открыть подъезд, когда мы пришли первый раз сюда. Только по одной простой причине. Прорава говорит, меня уволят. Мои начальники меня уволят, что я вас пустила. Поэтому напишите акт с милицией, чтобы вы заселили самовольно. Мы говорим, ребята, какой акт? Милиция говорит, с десантниками нет. Зачем? Это ваши проблемы. Решайте сами. Мирным путем. Скандал есть, общественный порядок не нарушают. Мы говорим, нет, все нормально. Они говорят, все, это не наше дело. Мы заняли только свои квартиры, те, что нам распределили. Распределили их в декабре месяце. А когда мы узнали, что следующий подъезд уже тоже на кругу распределили, следующие очереди. У нас другой дом был. Понимаете? И мы остались вне удел. Этот дом выходит продан. Нас в очередь не ставят. Понимаете? И мы получились выкинутыми. То есть через нас перешагнули и пошли дальше. Есть захват, а есть заселение. Заселение и захват. Это разные вещи. Ребята, штурма не было и не могло быть. Мы тихо, спокойно. Строители нас поддерживают. Большинство нормальных людей нас поддерживают. Они говорят, если вы так бы не взяли себе это жилье, которое вам положено, вы бы и сейчас были без жилья, и завтра, и послезавтра, и, наверное... Десантники ждали свое жилье уже пять лет. Дом строили, но денег, как всегда, не хватило. Министерство обороны задерживало финансирование. Строительный трест устал ждать и решил передать жилье более платежеспособному клиенту. А жилищная комиссия дивизии давно уже распределила строящиеся квартиры. Командир соединения принял сразу волевое решение. Сразу, как только он узнал, что мы заселились, он принял его решение. Даю неделю сроку, вам всем выселиться. После этого был приказ письменный, к нам под росписью довели всем, что выселится. Заведомо незаконный приказ, потому что приказ должен, согласно всех положений, и устава, и закон о прохождении службы, должен касаться прохождения воинской службы. А, в общем-то, прохождение воинской службы никак не касается захвата дома. Я, честно говоря, и не рассчитывал, что этот приказ будет выполнен. Но, как государственный человек, я обязан выполнять законы и требовать это от своих подчиненных. Здесь был штаб, да? Да, здесь был штаб. Здесь было заседание, все здесь проходили. А какую охрану оставляли? Сами ночевали по очереди, по списку, ночевали ночью, чтобы никто отсюда не мог войти. С оружием нечего? Нет, с каким оружием? С столом оружия. Откуда оружие? Да уже судят сейчас. Поначалу, когда начали запугивать, потому что слухи ходили различные, командование говорило, что мы сейчас... Ну, были такие ретивые командиры, которые мы сейчас взвод десантников сюда выбрасываем еще на улицу, взломаем ваши замки. Поначалу, в общем-то, и была охрана, два офицера, ну, в ночное время. У нас толково, в общем-то, сказал один из офицеров, а как же вы Родину будете защищать, если вы не выполняете этот приказ? Кто-то толково сказал, но я готов сам подписаться. Для нас, в общем-то, Родину защищать, прежде всего, это защищать свою семью. Защита Родины, да, прежде всего, защита своей семьи. А проводу штатного приказа вспоминает, когда тяжело становится, а кто у нас там лихие, бравые парни? А, вот они, загорелые парни в голубых беретах. Привет! Когда в Чечню сказали ехать-то, ни один старый афганец, кто вот в старой закалке, если вот, так сказать, советской закалке, ни один не отказался. Все сказали, есть, понули в плечи, ну, пошли. Знаешь, а молодые лейтенанты, выпускники, не поедем, не поедем. Да, это были единичные случаи. Ну, были. Вот если бы действительно не подчинились, вот Чечню посылают, да не поедем мы туда. Ну, не поедем, дайте нам жилье, дайте нам получки, тогда мы поедем. А поскольку ничего этого нет, зачем туда ехать? Какие интересы? Чьи интересы там защищать, отставить? Интересы России. Ну, если наши интересы ущемлены, до корня ущемлены, ну, куда уже дальше? Задержаву обидно, как Перещагин сказал. Задержава обидно. Задержава обидно. Здесь даже слово подобрать трудно, это не обидно, понимаете? Даже вот здесь какой-то, как вам сказать, то, что мне положили были дать, как это раньше, торжественно должны были дать эти ключи, меня поздравить, дать эти ключи, сказать, вот, иди, ты свое заработал, понимаете? Здесь даже не обидно, здесь что-то хуже, понимаете? Здесь вот как будто тебе в душу плюнули, что ли. На этой неделе довольно много говорили об армии. И газеты осторожно намекают, что если армии не платить еще дольше, то она может развернуть танки. Все-таки очень интересно у нас получается, что о танках у нас вспоминают раньше, чем о людях. А я думаю, что к людям надо относиться справедливо до того, как приходится начинать их бояться. Сегодня у меня высокопоставленные гости, заместитель министра обороны, генерал-полковник Анатолий Соломатин, а также заместитель начальника главного управления по воспитательной работе Александр Черкасов. Анатолий Васильевич, первый вопрос с вами. Вот эта история с домом в Новороссийске, там в общем договорились. Ну не совсем официально, не по-государственному, так сказать, между собой, просто решили, что если еще выселять офицеров, то нужно предоставить им жилье, получится еще дороже. Но вот это случай типичный. Да. Во-первых, Саша, я хочу вас поблагодарить, что вы нас пригласили здесь в студию. Я рассчитываю на наш сегодня такой конструктивный разговор по тем проблемам, которые обсуждаются, особенно в последнее время, в вооруженных силах. Но вот этот дом, ведь, нам это очень унизительно вообще, и для офицеров, и для руководства дивизии. У нас таких фактов, к сожалению, в настоящее время много. Это не единичный случай, мы о нем узнали раньше, потому что в Министерство обороны обратилась группа женщин, этих вот жильцов, которые должны были получить квартиру. И мы отрегулировали вообще, в принципе, этот вопрос. Мы посылали туда комиссию, были там, значит, представители главной инспекции Министерства обороны, было, значит, руководство и воздушно-десантных войск, и были представители строительных квартирных органов. И мы договорились. Дело в том, что действительно, значит, вот этот строительный треск, который выполнял работу, он должен был этот дом построить еще в 95-м году. И людям распределили, утвердили, значит, список был утвержден на получение этих квартир. И люди, конечно, естественно, ждали. Но сорвалось финансирование в 95-м году. Мы не профинансировали. А меня, вы знаете, извините, что я перебиваю, Анатольевич, меня это не удивляет. Я посмотрел вот данные на начало года. 117 тысяч офицеров не имеют жилья. Если к ним прибавить еще 62 тысячи офицеров, которые уволены в запас или в отставку, у которых тоже нет крыши над головой, получается, что у вас 200 тысяч офицеров фактически не вполне боеспособны. Они постоянно думают не о том, как защищать Родину, а о том, где вообще переночевать. Вы абсолютно говорите правильно. Правильно. Я хочу сказать, договорить этот сюжет, значит, он нам не отрегулирован. И я хочу этим людям сказать, которые мне могут слышать, что эти люди получат квартиры. Потому что там вопрос идет о 6 миллиардов. Чтобы мы заплатили этому подрядной организации 6 миллиардов, они закончат дом. Но, в принципе, конечно, этот сюжет заканчивает одну из больнейших проблем в вооруженных силах. Это бесквартирья. Ваши цифры правильные. У нас 110 тысяч бесквартирных. Значит, 63 у нас ждут на улучшение. И остальные у вас цифры порядка 150 тысяч бесквартирных. Это люди, которые уволены и на местах также не имеют квартиры. Ну, а что вы отвечаете, скажем, министру обороны, когда он вас про это спрашивает? Я всегда говорю все честно. То состояние дел, которое есть. Я этот вопрос докладывал и в правительстве. Мы докладывали президенту этот вопрос. Неоднократно, значит, мы докладывали буквально и во всех, как сказать, документах. И часто обсуждались тоже и на телевидении, и в правительстве. Александр Владимирович, от бедности все, да? По-моему, не только от бедности, а от непонимания таких существенных глубинных проблем вооруженных сил. Вот этот сюжет, на мой взгляд, очень серьезный. Здесь речь идет о проявлении, причем коллективном, что вообще-то в вооруженных силах не должно присутствовать, проявлении недовольства, проявлении уже каких-то протестных действий. Мы в течение нескольких лет социологи Главного управления воспитательной работы, за эти годы по-разному наше управление называлось, но социологи отслеживают вот эту динамику неудовлетворенности кадровых военнослужащих своим положением и в целом службой. Так вот, из года в год динамика ухудшается. Я могу на камеру показать схему, у меня есть, какие тревожные проценты. Ну, всем тяжело. Например, я знаю, что почему-то МВД, ФАПСИ и ФСБ лучше финансируются, чем армия. Может быть, в этом есть какой-то скрытый смысл? Вы знаете, я искренне рад за своих товарищей, коллег, с многими вместе служили, учились по другим силовым структурам и ведомствам. Так и должно быть. Они должны получать то, что они получают. Другой вопрос, почему военнослужащие вооруженных сил, выполняющие не менее ответственные боевые задачи, учебно-боевые задачи, задачи боевого дежурства, боевой службы, не получают? Как бы эти вещи не очень связаны. Может быть, просто нужно тогда армию быстрее сокращать, раз денег не хватает? Нет, Саша, значит, что касается этого вопроса... Тоже деньги нужны, и немалые. Да, нужны деньги, потому что ведь вся вот эта тяжелая проблема, она началась с того момента, когда мы начали вводить войска, так называемые ближнего и дальнего зарубежья. Вот тогда взлетело число бесквартирных, и если вы помните, тогда мы обратились в правительство, и была создана программа, которая должна была обеспечить военнослужащих квартирами. Это была программа, утвержденная правительством, и был указ президента. И мы с этой программой посещали часть, и офицерам все говорили о том, что вы получите квартиры, и так далее, и так далее. Она буквально расписана была по годам. Но вся трагедия состоит в том, что она не была обеспечена, не была выполнена, и, естественно, люди, как сказать, просто отчаиваются сегодня. Люди, нам, конечно, трудно сегодня сказать этого человека. Что говорить? Понимаете, в таком случае? Сказать, я думаю, в общем, наверное, нечего. Но вы, правда, смогли сказать этим людям, что хотя бы им можно помочь? Хотя бы им можно помочь, конечно. Мы максимально все делаем, я скажу. Мы максимально делаем, чтобы, как сказать, вот эти такие процессы не происходили. Здесь, конечно, есть нарушения. Не положено никому занимать квартиру незаконно. Анатолий Васильевич, я слышал, что офицерам почти официально разрешено подрабатывать на стороне. И даже вот недавно мне рассказали, что курсанты столичных высших военных училищ подрабатывают грузчиками на автоярмарке в Лужниках. Ну, официально такого указания от Министерства обороны нет. Просто, видимо, эти факты, когда люди просто принимают решение от безвыходного положения. Такие случаи, значит, есть в вооруженных силах, когда, если семья практически по три месяца не обеспечивается денежным удовольствием, надо еще плюс без квартиры, там надо платить и за квартиру. Есть факты, когда сейчас уже обращаются к нам люди, семьи, когда семью просто выгоняют с квартиры, потому что надо платить за квартиру. То, что газеты пишут, что армия фактически с начала октября находится в предзабастовочном состоянии, это близко к истине, да? Да, это близко к истине. У нас таких факторов еще нет. Есть такие подготовки, значит, и членов профсоюза, вот сейчас военных, наших организаций, которые хотят выйти с требованием о том, чтобы заплатили заработную плату. Положение очень тяжелое. Ну, хорошо, а если армия забастует? Для меня, например, будет очень сложно определить, где родина, а где армия, за кого быть. Я скажу, что если армия забастует, то я понимаю, что мы тогда уже подошли к самой черте. Этого нельзя допустить, чтобы армия забастовала. Но у нас всегда мы сначала подходим к черте, а потом что-то происходит. Саша, вы имеете в виду, есть забастовки шахтеров, есть забастовки сейчас в Москве метростроевцев, но это люди с оружием. Этого никак нельзя допустить. Я военный человек, я служу уже в вооруженных силах около 40 лет, это допускать ни в коем случае нельзя. Я хочу представить вам одно письмо, которое мы получили от старшего лейтенанта Евгения Смирнова. Он служит под Серпуховым. Денег не платят, это заставило меня, чтобы хоть как-то прокормить семью, съездить в Москву, в донорский центр и сдать свою кровь за деньги. Так как у меня в семье уже пятый день нет вообще никаких продуктов питания, это существенно повлияло на мое здоровье и доставило серьезные переживания мне и моей семье. И дальше старший лейтенант Смирнов потребовал в своей части расторгнуть его воинский контракт, ему отказали и потребовал, чтобы мы возместили финансовый ущерб, потому что мы не платили. Вот вы можете прокомментировать, что можно сказать этому человеку? Если можно... Да, пожалуйста. Я могу сказать несколько слов. Все дело в том, что эти сюжеты, которые мы видели, они взаимосвязаны. Причина одна. Хроническое, неполное, неритмичное финансирование вооруженных сил. Бюджет изначально закладывается не тот уровень финансирования армии, который фактически необходим. К нашим расчетам недостаточно прислушиваются. Часто их просто игнорируют. Причем непонятно, каким, каким-то волевым методом, допустим, в плане бюджета на предстоящий 97-й год заложено, нами было, министерство обороны, 23 триллиона рублей, планируют 19. На продовольствие 9,7 триллиона рублей, планируют 7. На вещевое 6 триллионов, планируют 2. И так по всем показателям. И вот эти примеры, они сегодня имеют место по всем вооруженным силам. Это не единичный случай, когда у нас офицеры сдают кровь. Ну, он служит здесь недалеко, в Подмосковье. Я читал это письмо. Он может занять у родителей, съездить на приусаднем участке какие-то, получить продукты. А на севере, в Заполярье, там тоже вынуждены сдавать кровь, а потом идти на боевое дежурство. А вы не интересовались, какой процент разводов в офицерских семьях в связи с такой ситуацией вообще? Я вам сейчас точный процент не скажу, но то, что динамика нас очень волнует, что количество разводов увеличивается, это факт сегодняшнего дня. Я хотел еще раз прервать наш разговор. Как бы, наверное, тяжело не приходилось офицерским семьям, но для жены всегда ее отрада муж, особенно в офицерской семье. Хоть он и измордован всем тем, о чем мы только что говорили. Но в наше мирное время живой офицер – это тоже удача. Умирает все больше и больше. Из одной квартиры в Зеленограде Сергей Холодный. Мы все на папин праздник сегодня собрались, чтобы вспомнить с папой годы и радостную жизнь. Мы папу не забыли, он с нами навсегда. Его мы так любили, но к нам пришла беда. О папе вспоминаем и думаем о нем, но только понимаем, что папу не вернем. Майор Леонид Саморуков погиб три года назад при исполнении служебных обязанностей. Его жена Ирина часто ходила на кладбище и иногда оставляла на могиле мужа письма. Так о многом хотелось сказать. Однажды, вновь придя на кладбище поговорить с мужем, Ирина обнаружила на могильном холмике листок бумаги. Письмо. Я хотела, чтобы мне что-то написали. Не знаю, может для нормального человека это может быть странно звучит, но именно вот я сама вкладывала в могилу записку, и я думала, что вот мне на нее ответят. Я не верила, что просто так человек может бесследно исчезнуть. Я думала, что он как-то пойдет со мной на контакт. Я не хотела об этом никому говорить, но думала, что он именно со мной, ни с кем он больше не пойдет. Вот именно мне он скажет, что он меня видит, что он меня чувствует, что он нас не бросил. Вот, а потом, в общем, нора рапетно откликнулась. Мы решили так. Пошли, значит, стали писать, искать, где еще на нашем кладбище по Кровскому есть военные погибшие. Стали писать записочки и оставлять на этих могилках. Ну так постепенно, постепенно нас набралось 15 человек. Вот почему мы здесь нашлись? Потому что мы понимаем друг друга, насколько это больно, насколько это горько. То есть вот то, что мы пережили, я считаю, не дай бог пережить, потерять именно любимого человека. Вы знаете, не просто мужа, хорошего мужа, семьянина, который деньги зарабатывает, а именно любимого человека. Фонд помощи детям офицеров, погибших в мирное время, объединяет сейчас около 100 вдов и более 200 детей. Денег на счету нет, зато есть возможность встречаться за чаем, как когда-то на гарнизонных посиделках. Главное же, их дети, пишущие грустные стихи, чувствуют себя чуть менее одинокими. Мой ребенок с года рос в семье, в которой лились постоянные слезы, мои и его мамы, мамы Олега, бабушки. И мальчик, мы заметили, он не улыбался. Он у нас много лет, он вообще не умел смеяться. Мне так хотелось, чтобы мой ребенок смеялся. Я что только не делала, я щекотала его только, чтобы он смеялся, чтобы я услышала его смех. Когда я первый раз приехала, я вдруг увидела, что мой ребенок начинает с кем-то общаться. Вдруг он входит в какую-то игру. Сначала было тяжело. Вот вниз кровати для меня, вот внутри, мне показалось, что лучше, может быть, где-то забыть. Лучше, может быть, вот не теребить вот тут все еще. Так. Сначала было вроде так, да. А потом, когда я поехала, когда там дети такие веселые, у меня там Паша там отплясывал. Нехило так, говорит, на шпагат там садился. Думаю, боже мой, так может быть, это детям и нужно. Они настолько вот это все, эти дети, но мне, конечно, с ними весело стало. Мне развонит и говорит, ну, рапит она, к сожалению, у нас прибавилась еще семья. Я говорю, Ира, где она живет? Она живет в моем доме. Я говорю, ну что ж ты ее к нам не привела? Ой, я не знаю, как ей сказать. Может быть, ей еще у нее свежая рана, может быть, ей очень тяжело с нами. Я говорю, ну, давай попробуем. Может быть, с нами ей станет легче. Понимаете, что вот когда ты думаешь, вот в своем горе замыкаешься, вот так думаешь, я так думала, боже мой, сын погиб, я не хочу жить. У меня были всякие мысли. А потом я когда посмотрела на всех других, ну, думаю, ну, ведь люди же как-то же выносят. Как-то вот они, ну, живут же ведь как-то. Эти люди понимают, что такое горе. Другие могут это не понять. Вот тебе говорят, пришла тебе, значит, какая-то нибудь помощь. Вот, а ты уже миллионершей стала. Они этого не понимают, понимаете? Даже пришла до страховки, другие этого не понимают. Вот когда... Которого у меня не было. Или кухню. А человека-то нет. И дочь каждый день, и тема, и папа. Ведь когда в школе вот нас спрашивают, вот, где твой папа, ведь каждый раз мы в школе, каждый год пишем анкету. Мама, папа, там, кто-кто-кто. А он, мам, а что мне про папу писать? Для него это, в общем-то, и неприятно, и... Делают-то общество наше, какие-то для наших детей ущербными, а не мы сами-то. Они стараются их пожалеть, дед, ну, как-то папа вроде погиб там где-то. Начинают там где-то жалость проявлять. Там и не нужна им эта жалость. Они спокойно живут своей нормальной жизнью. Я хочу сказать, что я, как мать, встану всеми силами, чтобы мой сын в армию не попал. Вы меня извините, но эта армия убила моего мужа. Но мой сын хочет идти именно военно и как отец на подводную лодку торпедистом. И я не против этого. Честь офицерскую. То есть, вот насколько я вот... Я не знаю, как это объяснить. Может быть, он правильно в этой простиле в жизни. Ты ушел незаметно туда. Мы так без тебя здесь горюем. И не думай, что мы забыли тебя. Папочка, мы тебя любим. Вы знаете, Антон Васильевич, вот этот счет фонда Дмитрия, этого маленького фонда, который помогает вдовам и детям погибших офицеров, им одна организация, видимо, более-менее состоятельная, предложила деньги. Но он сказал так, мы вам переведем сумму, а вы нам половину верните наличными. В общем, на самом деле, обычная такая финансовая операция, ничего в этом такого. Я вот подумал, после нашего сегодняшнего разговора, что, может быть, это выход? Может быть, действительно надо заниматься бизнесом, как-то пытаться переходить на самоокупаемость, что-то придумывать, потому что деньги никто, я так понимаю, не даст. Но сейчас идет разговор о создании вооруженных сил для нашего государства. Таковы, чтобы они решали свои проблемы. Видимо, как сказать, я уверен в том, что они будут сокращаться. И человеку военному, если он подписал контракт, служить в вооруженных силах и выполнять какие-то коммерческие функции, заниматься бизнесом, практически, Саша, это невозможно. Ну а как если... Возьмите летчика. Это же ведь, как сказать, сложилась такая ситуация, когда человеку нет никакого выхода, он должен вообще как-то жить, потому что у нас не выполняются элементарные, понимаете, условия для того, чтобы офицер мог нормально служить. Мы ему не даем зарплату, не даем ему жилье, понимаете, сейчас, видимо, станет вопросом, мы коротко коснемся, не обеспечим его коммунальным никакими услугами. Мы говорили с Николаевичем Родионовым, что он сказал, что ни один военный городок в полном объеме не готов к зиме. Значит, уже специалисты просто открытым текстом говорят, что армию ждет холод и голод этой зимой. Да, я этим как раз проблемами занимаюсь. Если не поступить финансирование, то да. Но оно поступит. Мы очень надеемся, что поступит. Мы недавно встречались с правительством, и я докладывал эти факты. Я вам хочу сказать, что нам 12,5 триллионов требуется для вооруженных сил, чтобы мы нормально создали условия жить зимой. Мы получили всего 7%. И вопрос подготовки городков к зиме в общем по вооруженным силам составляет порядка где-то 72%. Я шел к вам сюда, и эти цифры мне владею. Есть городки, которые сегодня не готовы к зиме. Есть дома, которые сегодня с проблемами, чтобы получить там тепло. Ну, мы надеемся, но, как сказать, нельзя жить без надежды. Мы надеемся, что мы все-таки эти свои городки к зиме сумеем подготовить, ну, какими-то, значит, методами изыскивать будем на местах. Но, как я понимаю, во всей истории наших вооруженных сил эта ситуация самая критическая. Говорят, что даже сейчас уже приходится пользоваться стратегическими запасами, которые оставались нетронутыми, когда немцы подходили к Москве в 41-м году. Ну, это, как сказать, наверное, не так совсем. Оперативными, войсковыми запасами, да, пользуются, но стратегические запасы пока неприкосновенные. Даже в годы войны стратегические запасы не трогали за счет, за исключением потери стратегических запасов округов первого эшелона. А вот войсковые, оперативные запасы, да, неприкосновенные запасы. Те 30-40%. Я хочу сказать еще в этом плане, что вот у нас очень хорошее в этом плане взаимопонимание с местными органами. Только благодаря взаимопониманию, что наши и энергетики, и, значит, вот, руководство, значит, энергетическое, которые понимают вот нашу ситуацию, они делают, не отключают нас пока в системе. Так может быть, просто не платить тогда... Вы договариваетесь, допустим, какая-нибудь армия, стоящая на территории Ростовской области, договаривает с ростовским губернатором, не платит налоги в бюджет и содержит армию. В прошлом году за счет этого только выжили. В прошлом году мы где-то сделали взаимозачеты в пределах 4,5 триллионов. В этом году мы уже за должность, видимо, к концу года у нас составят около 9 триллионов. Я очень благодарен, что вы пришли. Очень рад, что мы поделились со зрителями этими проблемами. Я напоминаю, что моими гостями были заместительный министр обороны генерал-полковник Анатолий Соломатин, а также заместительный начальник главного управления по воспитательной работе генерал-майор Александр Черкасов. А у нас на этой неделе небольшой праздник. Взгляду исполнилось 9 лет. Да-да, 2 октября 1987 года в моей жизни, в жизни моих товарищей все поменялось. И, знаете, вот, к слову, прямо к нашему празднику, на одном европейском фестивале мы получили две золотые премии. Вот, они выглядят приблизительно вот так вот. Да, вот вы видите. За наш Новый год в Грозном и за сны о войне. Спасибо. Спасибо вам, что вы нас смотрите. А я хочу вам напомнить одну историю, о которой мы как-то уже возвращались. Кстати, тогда, в 89-м году, за эту историю мы тоже какой-то приз получили из Франции. Делал ее Влад Листьев. Ну, монтировали уже вот сейчас, конечно, без него. Петр, а почему такая любовь вдруг к лошадям? Как эта лошадь оказалась у тебя дома? Ну, ее в совхозе хотели списать на мясо. Мы ее купили по мясной цене, она болела. И вот вылечили. Сколько такая лошадь стоит? Я купил за 250. Как ты думаешь, почему сейчас стало гораздо меньше лошадей в деревне? Машины, наверное. Ну, здесь травку посадили, вот, и говорят, что ты делаешь? Я говорю, пасется лошадь? Вот, они говорят, ты же нам всю траву помнишь, мы ее специально сажали. Вот, траву им жалко. А машина ездит, ничего. На пляж приехала вот мы мыть ее, там начали ругаться, что, ну, портят она им. А там рядом машину мыли, ничего страшного, говорят. Поэтому это мало, наверное. Потом своих лошадей долго нельзя было держать, только от государственных. Сейчас я не знаю, как можно держать своих. Ты на нем уже катался здесь? Да. По москве детей катали здесь перед домом. Вот уже к участковому жалобу поступили, что людей даем, катаем. Вот без решения родителей сажаем на лошади. И как участковый отреагировал? Он сказал, запри ее, если уж так это. Он привык к моему выходкам уже. Запри, говорит, и не выпускай, чтобы никто не видел. Ну, хорошо. А можно зайти к тебе в дом и посмотреть, как она живет? Пожалуйста. Ну, я так понимаю, она так и ночевала вот здесь, вот стоя в этом углу. А где спал ты? Вот здесь. Она тебя беспокоила ночью? Ну, да, то на ухо дышь, то живот лижет. Жарко сейчас, я раздеваюсь, одеяло. За коленку укусила под утро. Ты на меня не обиделся? Нет. Вот сюда. Проходи, проходи. Субтитры создавал DimaTorzok Этот сюжет Влад Листьев снял в 89-м году. Тогда всех интересовала свобода во всех ее проявлениях. И мальчик, который держал лошадь в городской квартире, стал неким символом той свободы, как, впрочем, и Влад. Начали открывать архивы, разрешили иметь точку зрения, но нам позволили улыбаться в эфире, ставить нашу любимую музыку и говорить. Да еще на всю страну. Какое азартное было время. Добрый вечер. Не секрет, если я скажу о том, что из международных событий наибольшее внимание привлекают события на Балканах. А это уже другое время. 94-й. Влад запустил час пик. А Петя Малышев, тот мальчик с лошадью, отправился на войну. Воевал он добровольцем на стороне сербов, где-то там, на Балканах. Воевал тоже за свободу. У нас, кажется, тогда ее уже достигли. Ну, в том смысле, что, может быть, не достигнем никогда. Свобода обернулась войной. Молодой парень ехал туда, в Боснию, чтобы воевать за чужих людей. А Влад всегда улыбался и был уверен в себе и в нас. Петя Малышев в Боснии погиб. Погиб и Влад. Спустя 6 лет после того, как познакомился с Петей и его лошадью на Ленинском проспекте. Никто не знает, где идет война. Она просто есть. И есть везде. И даже внешне чужая часто выглядит своей. Осталась память. Боже, сколько людей пришло тогда к Владу. Я поражался. Люди оказались сильнее войны. Такое случается редко. Ну, а Петя Малышев, как вы понимаете, не пришел. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней. Лошади, в принципе, живут меньше людей. А конь по кличке Малыш живет и сегодня. Живет в Битце, в конно-спортивном центре. Катает там детей. О войне он ничего не знает. Ну, а нам уже 9 лет. Такая вот странная история. Спой мне, птица, сладко ли, душе без отен? Легко ли быть птицей, да так, чтоб не петь? Запрягай мне, Господи, коней без предел. Я хотел пешком, да видно мне, не успеть. Что нам остается? Помнить, любить и делать то, что мы можем. Делать то, что мы делаем. И тогда на этой неделе больше ничего не случится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин